Жители Ленинского района уже и не помнят того времени, когда не было Видновского многофункционального центра. Здесь по принципу одного окна можно получить порядка 300 государственных и муниципальных услуг. С недавних пор для большего удобства отделения МФЦ появились в каждом поселении. Все они располагаются в зданиях местных администраций. Точный график работы каждого поселенческого многофункционального центра указан на сайте mfcvidnaya.ru. Удобно пришел, сдал, скажут время получил. Очень удобно, нравится. О развитии многофункциональных центров в своем ежегодном обращении говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в 2013 году, когда МФЦ организовывался, было только 300 тысяч посетителей. В 2016 году эта цифра выросла до 10 миллионов, но это не сказалось на качестве предоставляемых услуг. Территориальные отделения открыты три раза в неделю, а районный центр принимает клиентов ежедневно. Это идет стопроцентный охват населения в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Жителю удобно обратиться в один из офисов МФЦ, расположенных либо в поселении, либо в основном здании МФЦ. В основном здании удобнее, потому что мы работаем каждый день с 8 до 8. Открыто для каждого заявителя. В любое для него удобное время он может прийти. Также он может записаться предварительно как по телефону МФЦ, так с порталу госуслуг. При личном обращении к администратору МФЦ он может также записаться на прием на удобное для него время. Для Дениса и Анны Журавлевых отделение МФЦ в Молокове под спорьем. Имея двух маленьких детей, ездить видно и неудобно. А так все услуги всех государственных и муниципальных структур, что называется подбоком, многофункциональным центром они пользуются регулярно. На этот раз пришли получать постоянную прописку. Раньше было тяжелее намного. Сейчас хоть и долго, но по крайней мере в одном месте. Территориальные отделения принимают документы на весь ряд услуг Видновского МФЦ. Но получить, например, гражданский или загранпаспорт, а также водительское удостоверение придется в Видном. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.